Азан.кз представляет Битва при Ухуде Пока Курейшиты готовились отомстить мусульманам за поражение при Бадре, их постиг новый удар, а именно захват каравана в Алькараде. Это еще больше разъярило многобожников, после чего они ускорили свои приготовления, объявили добор добровольцев, стали привлекать к участию в предстоящем походе племена, входившие в союз Ахабиш, и поручили поэтам побуждать людей к отмщению. Через некоторое время они подготовили к выступлению армию из трех тысяч человек с тремя тысячами верблюдов и двумя сотнями коней. Семьсот воинов имели кольчуги, а вместе с собой они решили взять определенное количество женщин, призванных воодушевлять воинов, поднимать их боевой дух. Общее руководство было возложено на Абу Суфьяна, а знаменосцами назначили самых доблестных бойцов из рода Абд-Аддар. Войско двинулось в путь, и в пятницу 16-го числа месяца Шаваль 3-го года Хиджри достигла окрестностей Медины и стала лагерем в поле на краю Вади-Канат, поблизости от гор Айнайн и Ухуд. Узнав о приближении войска курейшитов примерно за неделю до того, как оно достигло Вади-Канат, посланник Аллаха, мир ему, распорядился выставить на подступ по городу военные дозоры, чтобы исключить возможность внезапного нападения. Когда же армия неприятеля остановилась у гор Айнайн и Ухуд, он созвал мусульма на совет с целью обсуждения плана обороны Медины. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, считал, что обороняться следует, не покидая пределов города. При этом мужчинам следует встречать врага на узких улицах, а женщинам находиться на крышах домов. С ним согласился глава лицемеров Абдуллах бин Убай, который, скорее всего, поступил так лишь для того, чтобы остаться дома и избежать обвинений в том, что он не присоединился к остальным. Однако горячая молодежь настаивала на том, что с врагами следует сразиться на открытом пространстве, и это предложение было принято. Войско мусульман было разделено на три отряда, один из которых состоял из мухаджиров, второй из ауситов, а третий из хазраджитов. Знаменосцем мухаджиров был назначен Мусаб бин Умайр, ауситов — Усайд бин Худаир, а хазраджитов — Аль-Хабаб бин Аль-Мунзир. Совершив послеполуденную молитву, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во главе своего войска двинулся в сторону Ухуда. Когда мусульмане достигли места под названием Шайхан, он произвел смотр и велел покинуть ряды воинов малолетним, разрешив остаться только Рафью бин Худайджу, поскольку тот был искусным стрелком из лука. Самура бин Джундаб воскликнул, «Я стреляю лучше и могу превзойти его!» И тогда посланник Аллаха, мир ему, велел им придемонстрировать свою меткость. Самура и в самом деле превзошел Рафия, и ему тоже было позволено остаться. В Шайхане пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил закатную и вечерние молитвы и остался там на ночь, выделив 50 человек для охраны лагеря. Перед рассветом он покинул это место и совершил утреннюю молитву в Аш-Шауте. Там Абдуллах бин Убай отказался повиноваться ему и вернулся в Медину с тремястами своими людьми, что привело к ослаблению и брожению в рядах бойцов из племен Балу-Салима и Бану-Хариса, которые также были готовы вернуться, но Аллах удержал их от этого шага. Таким образом, если сначала войско мусульман насчитывало тысячу человек, то после этого у них осталось только 700. Затем посланник Аллаха, мир ему, переместился ближе к Ухуду, который прикрывал тылы мусульман, расположившихся на берегу Вадди. Перед ними находились враги, а за ними находилась ничем не защищенная Медина. Заняв эту позицию, пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил 50 лучников под командованием Абдуллаха бин Джубайра Алянцари на склоны горы Ухуд, поставив перед ними задачу обеспечить защиту от кавалерии курейшитов и прикрыть тылы мусульман. Кроме того, он строго наказал им не покидать своих позиций без приказа, независимо от того, победят мусульмане или потерпят поражение. Многобожники также распределили свои силы и двинулись к полю боя. Воодушевляемые возгласами женщин, которые находились в их рядах, били в бубны и декламировали такие стихи. «Если вы пойдете вперед, мы будем обнимать вас и положим на постели подушечки, а если отступите, мы уйдем, как уходит тот, кто не любит». Наконец, противники сошлись и вперед верхом на верблюде выехал знаменосец многобожников Тальха бин Абу Тальха, который стал всячески ободрять курейшитов, вызывая на поединок кого-нибудь из мусульман. Его вызов принял Аз-Зубаир бин Алявам, да будет доволен им Аллах, который ринулся на него подобно льву и зарубил Тальху своим мечом, после чего пророк, мир ему и благословение Аллаха, а вместе с ним и все мусульмане воскликнули «Аллах велик!». Затем разгорелся жаркий бой. Халид бин Аль-Валид, командовавший конницей курейшитов, трижды пытался зайти в тыл мусульманам, но все эти попытки были сорваны лучниками, стоявшими на склонах у Худа, и он отступил. Мусульмане же сделали главным объектом своих атак знаменосцев-курейшитов. Одиннадцать из них были убиты, и в конце концов знамя упало на землю. После этого мусульмане усилили натиск по всем остальным направлениям и смели ряды многобожников. Особенно отличились при этом Абу-Дуджана и Хамза, да будет доволен Аллах ими обоими. Во время этого натиска, когда мусульмане начали побеждать, погиб Хамза бин Абдальмуталиб, да будет доволен им Аллах, прозванный за свою доблесть Львом Аллаха. Он пал от руки эфиопского раба Вахши бин Харба, который умел хорошо метать копье. Его хозяин Джубайр бин Мутим, желавший отомстить за смерть своего дяди Туайма бин Ади, который погиб от руки Хамзы в битве при Бадри, пообещал Вахши бин Харбу отпустить его на волю, если он убьет Хамзу. Спрятавшись за скалу, Вахши стал выжидать. И в тот момент, когда Хамза отрубил голову одному из многобожников, он бросил копье, которое пронзило тело Хамзы, да будет доволен им Аллах, насквозь. После чего Хамза упал и больше не смог подняться. Тем временем многобожники уже обратились в бегство вместе со своими женщинами, а мусульмане преследовали убегавших, уничтожали их и захватывали добычу. И тут большую ошибку допустили лучники. Сорок человек, из числа которых оставили склоны ухуда и бросились вниз за добычей, забыв о категорическом приказе пророка, мир ему и благословения Аллаха, ни в коем случае не покидать своих позиций без приказа. Этой оплошностью не применул воспользоваться Халеб бин Аль-Валид, обрушившийся на десятрих оставшихся лучников и уничтоживший их. После чего он зашел мусульманам в тыл и начал окружать их. И во всадники подали условный сигнал, по которому бежавшие многобожники остановились, развернулись, и одна из их женщин вновь подняла знамя. Мусульмане же оказались между двух огней. Наступление многобожников на посланника Аллаха, мир ему, и слухи о его гибели. В это время посланник Аллаха, мир ему, которого охраняли семеро ансаров и двое мухаджиров, находился в варьер-гарде мусульман. Увидев всадников Халида, показавшихся из-за горы, пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал призывать к себе своих сподвижников, крича изо всех сил, «Ко мне, о рабы Аллаха!» Однако его призыв услышали и многобожники, очевидно, оказавшиеся к нему ближе, чем мусульмане. Решив расправиться с посланником Аллаха, мир ему, прежде чем подоспеет помощь, враги бросились к нему. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Кто отгонит их от нас? Нагорадой за это ему послужит рай». И вперед выехал один из ансаров, который сражался с нападавшими, пока его не убили. После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, снова задал тот же вопрос, и на смену погибшему выехал другой, который также был убит, что продолжалось до тех пор, пока один за другим не погибло семеро бойцов. После этого рядом с посланником Аллаха, мир ему, осталось только двое мухаджиров, Тальха бин Убайдулах и Саад бин Абу Вакас. Да будет доволен Аллах ими обоими. Многобожники же продолжали наседать на него. Пророку, мир ему и благословение Аллаха, нанесли сильный удар камнем по лицу, в результате чего у него, мир ему и благословение Аллаха, был выбит зуб и разбита нижняя губа. Кроме того, его ударили мечом по шлему и по плечу, которое после этого целый месяц не давало ему покоя. Все это случилось, несмотря на то, что сподвижники, защищавшие его, сражались насмерть. Так, например, Саад бин Абу Вакас израсходовал все свои стрелы, после чего посланник Аллаха, мир ему, отдал ему свой колчан и сказал, «Стреляй, достанут отец мой и мать выкупом за тебя». В ходе этого сражения Тальха бин Абайдулах получил 35 или 39 ранений, прикрыл пророка, мир ему и благословение Аллаха своей рукой и получил такой сильный удар, что у него отнялись пальцы. В эти трудные мгновения на помощь пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришли ангелы Джибриль и Микаиль, а кроме того, к нему подоспели несколько мусульман. Первыми были Абу Бакр Ас-Садык и Абу Убайда бин Аль-Джаррах, да будет доволен Аллах ими обоими. Абу Бакр подбежал к пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы вытащить из его щеки впившие в нее кольца-бармица шлема, но это удалось сделать только Абу Убайди. Сначала он вытащил зубами одно кольцо, сломав один зуб. То же самое случилось, когда он вытащил второе кольцо, а потом они оба стали оказывать помощь раненому Тальхе. В это время к посланнику Аллаха, мир ему, подоспели Абу Дуджана, Мусаб бин Умайр, Умар бин Аль-Хатаб, Али бин Абу Талиб и другие, но увеличилось и количество нападавших, которые с новой силой возобновили свои попытки. Защищая пророка, мир ему и благословение Аллаха, мусульмане проявили чудеса героизма, отстреливаясь от нападавших из луков и сражаясь с ними. Мусабу бин Умайру отрубили обе руки, но только смерть заставила его расстаться со знаменем ухаджиров, который ему вручили перед боем. Абдуллах бин Камия, который убил его, стал громко кричать «Мухаммад погиб», решив, что он убил самого посланника Аллаха, мир ему, поскольку Мусаб был похож на него. Это известие быстро распространилось, что способствовало ослаблению натиска многобожников, которые посчитали, что они уже достигли своей цели и добились желаемого. Положение мусульман в окружении Увидев, что кольцо окружения вокруг них почти сомкнулось, мусульмане пришли в замешательство и начали рассеиваться. Одни бежали на юг до самой Медины, другие отступили к Ухуду и вернулись в свой лагерь, а третьи, как уже было сказано, поспешили к посланнику Аллаха, мир ему, и встали на его защиту. Однако большинство мусульман все же продолжали стойко держаться в условиях окружения, обороняясь от нападавших многобожников и сражаясь с ними, несмотря на то, что ими никто не руководил. Однако это привело к тому, что ряды их смешались, а отец Хузайфы погиб от рук своих же товарищей. Услышав о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, погиб, некоторые из них были подавлены окончательно, пали духом, смирились с поражением и покинули поле боя. Другие же, наоборот, проявили мужество и стали говорить друг другу, «Умрите ради того, за что погиб посланник Аллаха, мир ему». В это время Каббин Малик неожиданно увидел пробивавшегося к ним посланника Аллаха, мир ему, и громко закричал, «Радуйтесь, о, мусульмане! Вот посланник Аллаха, мир ему!» После этого мусульмане стали пробиваться к нему, а когда их набралось около 30 человек, ему удалось пробиться через ряды многобожников, вывести мусульманы из окружения и привезти их к ущелью на склоне Ухуда. Многобожники старались воспрепятствовать этому, но у них ничего не вышло, а двоим мекканцам это стоило жизни. Благодаря этому мусульмане спаслись. Однако за ошибку лучников, ослушавшихся посланий к Аллаха, мир ему, им пришлось заплатить очень высокую цену. В ущелье После того, как мусульманам удалось вырваться из окружения и добраться до ущелья, между ними и многобожниками некоторое время еще продолжались отдельные мелкие стычки, но развивать наступление многобожники не решились. Они остались на поле боя и принялись обезображивать трупы убитых, отрезая им уши, носы и половые органы и вспарывая животы убитых. Так, например, Хинд бен Удба разрезала живот хамзы и извлекла оттуда его печень, намереваясь съесть ее. Однако она не смогла сделать этого и выбросила эту печень, после чего принялась делать связки из ушей и носов погибших мусульман. Тем временем, к ущелью, где укрылись мусульмане, подъехал Убай бин Халяв, который принялся похваляться и заявлять, что убьет посланника Аллаха, мир ему. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, собственноручно бросил в него копье, попал в несощищенное место между шлемом и панцирем и ранил его в ключицу. Из-за полученной раны Убай не раз падал со своего коня и вернулся к урешитам, ревя от боли подобно быку. А когда на обратном пути в Мекку он добрался до Сарифа, что находится неподалеку от Мекки, то умер от полученного ранения. После этого многобожники под командованием Абу Суфьяна и Халеда бин Аль-Валеда попытались добраться до мусульман по горному склону. Однако в бой с ними вступил Умар бин Аль-Хаттаб с группой мухаджиров и меканцы были сброшены вниз. А в некоторых сообщениях говорится, что при этом Саад бин Абу-Вакас, да будет доволен им Аллах, убил троих нападавших. По одним сведениям в этом сражении погибло 22 многобожника, а по другим 37. Мусульмане же потеряли убитыми 70 человек. Погиб 41 хазраджит, 24 аусита, 4 мухаджира и 1 иудей. Но приводятся и другие цифры. После вышеупомянутой неудачной попытки атаковать мусульман, предпринятой Абу-Суфианом и Халидом бин Аль-Валидом, многобожники стали готовиться к возвращению в Мекку. Когда посланник Аллаха, мир ему, добрался до ущелья, Али, да будет доволен им Аллах, принес ему воды, но он не стал пить ее, так как от нее исходил неприятный запах, а омыл ею лицо и полил себе голову. Тут рана пророка, мир ему, и благословение Аллаха открылась и полилась кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда Фатима, да будет доволен ею Аллах, сожгла кусок циновки и посыпала рану пеплом, после чего кровотечение прекратилось, а потом Мухаммад бин Маслама принес пророку, мир ему и благословение Аллаха, свежей воды. Он напился и благословил его за это, после чего сидя совершил полуденную молитву, и мусульмане также молились сидя. Через некоторое время жены мухаджиров и ансаров, да будет доволен имя Аллах, в том числе Айша, Ум Айман, Ум Суляйм, Уин Суляйт и другие принесли бурдюки с водой и напоили раненых. Беседа и решение. После завершения приготовления многобожников к возвращению, Абу Суфьям приблизился к горе и закричал «Есть ли среди вас Мухаммад?» Но никто не ответил ему. Потом он спросил «Есть ли среди вас Ибн Абу Кухафа?» Он же Куния Абу Бакра. Но не получил никакого ответа. Потом он спросил «Есть ли среди вас Умар бин Аль-Хаттаб?» И опять ответом ему было молчание, так как пророк мир ему и благословение Аллаха запретил мусульманам отвечать ему. Потом Абу Суфьян сказал «Так значит теперь мы избавлены от этих людей?» Тут Умар да будет доволен им Аллах нестерпел и отозвался «О враг Аллаха! Те, кого ты назвал живы, ибо Аллах не дал исчезнуть тому, что еще доставит тебе немало огорчений». Абу Суфьян сказал «Ваших убитых изуродовали. Я не приказывал делать этого, но это меня вовсе не огорчает». А потом он сказал «Да возвышается Хубал, Хубал имя идола». Пророк мир ему и благословение Аллаха подсказал мусульманам ответ, и они сказали «Аллах выше и могущественнее». Абу Суфьян сказал «У нас есть Аль-Уза». Пророк мир ему и благословение Аллаха снова подсказал ответ «Наш покровитель Аллах, а у вас нет покровителя». На это Абу Суфьян сказал «Этот день за день Бадра, а война переменчива». Умар да будет доволен им Аллах ответил «Это не одно и то же, ибо наши погибшие в раю, а ваши в огне». На это Абу Суфьян сказал «Заклинаю тебя Аллахом о Умар скажи убили ли мы Мухаммада». Умар да будет доволен им Аллах ответил «Нет, и сейчас он слышит твои слова». Абу Суфьян сказал «Я верю тебе больше чем Абдуллах бин Камия. Мы встретимся с вами в Бадре в следующем году». И тогда посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха велел одному из своих подвижников сказать «Считай, что мы с вами договорились об этом». Многобожники возвращаются домой, а мусульмане ищут раненых и хоронят павших. После этого Абу Суфьян вернулся к своим войскам и меканцы двинулись в путь. Они сели на верблюдов, а коней повели за собой, и это было верным признаком того, что они действительно уходят в Мекку. Это явилось также одним из проявлений жалости Аллаха по отношению к мусульманам, ибо никто не мешал многобожникам войти в Медину, но Аллах отвратил их от этого. Дождавшись ухода курейшитов, мусульмане спустились на поле боя и стали искать своих раненых и убитых. Люди подбирали павших, чтобы отнести их в Медину, но посланник Аллаха велел вернуть тела туда, где они были найдены, и похоронить всех погибших без обмывания и молитвы в той одежде, которая была на них во время боя. После этого их стали хоронить во подвое или трое в одной могиле, и зачастую два тела заворачивали в одну одежду, укладывая между ними стебли душистого тростника. Первым в могильную нишу укладывали того, кто лучше знал Коран. А пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил, в день воскресения я буду свидетельствовать о делах этих людей. Через некоторое время люди увидели, что из погребальных насилок Ханзали бин Абу Амира, да будет доволен им Аллах, на землю капает вода. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, поистине, его обмывают ангелы. Ханзаля, да будет доволен им Аллах, женился незадолго до этого сражения, однако услышал призыв к бою, он оставил молодую жену, ринулся на поле сражения и бился до тех пор, пока не погиб. И ангелы омыли его тело, поскольку он был в состоянии осквернения. После этого люди стали называть его омытые ангелами. Хамзу хотели завернуть в плащ, но когда им покрывали голову, обнажались его ноги, а если плащом покрывали ноги, то оставалась непокрытая голова, и тогда ноги его забросали душистым тростником. Так же поступили и с телом Мусава бин Умайра, да будет доволен Аллах ими обоими. Возвращение в Медину Похоронив погибших и обратившись к Аллаху с мольбами за них, посланник Аллаха мир ему вместе с остальными мусульманами вернулся в Медину. На встречу ему выходили женщины, потерявшие в этот день своих близких. Они встретили пророка мир ему и благословения Аллаха на дороге, он стал утешать их, призывая на них благословение Аллаха. Среди них была одна женщина из племени Бану-Динар, которая в тот день лишилась мужа, брата и отца. Когда ей сообщили об этом, она спросила, что стало с посланником Аллаха мир ему, и ей ответили, хвала Аллаху с ним, все в порядке, не волнуйся. Она попросила, покажите мне его. И когда ее просьбу выполнили, она воскликнула, теперь любая беда покажется маленькой. Эта ночь была для мусульман беспокойной. Они приняли меры для охраны посланника Аллаха мир ему и Медины в целом, после чего улегли спать, страдая от боли, усталости и печали. Что же касается пророка мир ему и благословения Аллаха, то он решил последовать за противником, чтобы сразиться с курешитами в открытом поле, если те попытаются вернуться к Медине. Поход на Хамра алясад. Наутро посланник Аллаха мир ему призвал мусульман к походу на врага, но обратился не ко всем, а только к участникам вчерашней битвы. Они ответили ему «Слушаем и повинуемся». После чего двинулись в путь, достигли Хамра алясад, что находится в восьми милях от Медины и стали там лагерем. В это время многобожники находились в Арраухе в 36 милях от Медины. Там они созвали совет, решая, стоит ли им вернуться в Медину и сожалея о том, что не в полной мере использовали представившиеся им возможности. Хамра алясад к посланнику Аллаха мир ему явился Мабад бин Абу Мабад аль-Хузай, который хорошо относился к нему и стал утешать его в связи с тем, что постигла мусульман при Ухуде. Пророк мир ему и благословение Аллаха велел ему отправиться к Абу Суфьяну и постараться отговорить многобожников от возвращения в Медину. Мабад прибыл в Аррауху, когда многобожники уже приняли решение вернуться и попытался запугать их, говоря, Мухаммад выступил в поход, собрав так много людей, сколько я никогда раньше не видел. Все они разъярены и горят желанием догнать вас. Поистине, если вы тотчас же не двинетесь в путь, то уже скоро увидите здесь их передовые отряды. Услышав это, Курейшиды сразу утратили весь свой боевой пыл, и Абу Суфьян ограничился тем, что послал к мусульманам людей, которые стали говорить им, «Поистине, собрались против вас люди, бойтесь же их». Третья сура, 173 аят, чтобы мусульмане отказались от преследования. После этого Курейшиды поспешили вернуться в Мекку. На мусульман же эти слова не возымели никакого действия, наоборот, вера их только угруппилась, и они говорили, «Достаточно нам Аллаха, прекрасный он покровитель». Третья сура, 173 аят. Они остались в Хадра-Аля-Са до среды, после чего вернулись в Медину, а Аллах Всевышний сказал, «И вернулись они с милостью Аллаха и наградой, и не коснулось их зло, и последовали не за тем, что угодно Аллаху, а Аллах обладатель великой милости». Третья сура, 174 аят. Инцидент Вар-Раджи Поражение при Ухуде отрицательно сказалось на авторитете мусульман, в результате чего их враги осмелели и стали открыто нападать на них. В это время произошло несколько неприятных инцидентов, о наиболее важных из которых мы расскажем ниже. Через некоторое время после битвы при Ухуде к посланнику Аллаха явились люди из племен Удаль и Кара, заявившие, что они принимают ислам, и попросившие его, чтобы он послал к ним людей, которые стали обучать их основам религии и читать им Коран. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал к ним десять человек во главе с Асимом бен Сабитом, да будет доволен им Аллах. Однако, когда они достигли Ар-Раджи, сопровождавшие их представители вышеупомянутых племен, совершили акт вероломства и призвали на помощь против мусульман хузаэлитов. В ответ на этот призыв к ним явились около сотни лучников, которые окружали мусульман, укрывшихся на одной из возвышенностей. Эти предатели гарантировали мусульманам, что сохранят им жизнь, если они спустятся вниз. Но Асим отказался, он стал сражаться вместе со своими товарищами, семеро из которых в этой схватке были убиты. Троим оставшимся в живых неверные снова пообещали сохранить жизнь, и те спустились вниз. Однако многобожники нарушили свои обещания и связали их. Один из них сказал, это только начало. Позднее ему удалось развязаться, но он был забит камнями. А двоих других Хубайба бин Ади и Зейда бин Адасину отвели в Мекку, где продали в рабство. В битве при Бадре Хубайб убил Аль-Хариса бин Амира бин Науфаля, а теперь его дочь и брат купили его. Некоторое время они держали Хубайба в заточении, а потом отвели в Аттаним. Аттаним находится между Меккой и Сарифом, чтобы казнить его там. Перед казнью Хубайб совершил молитву в два ракаата, потом проклял их, а потом произнес такие стихи. «Если умру мусульманином, я не боюсь смерти, откуда бы ни послал мне ее Аллах. Если захочет он, то благословенно будет каждая часть разорванного на куски тела». Тогда Абу Суфьян спросил его, «А согласился бы ты оказаться дома при условии, что Мухаммад оказался бы у нас и мы отрубили бы ему голову?» В ответ ему он сказал, «Клянусь Аллахом, не порадовало бы меня возвращение домой, даже если бы Мухаммад остался на своем месте, а для моего возвращения потребовалось бы только уколоть его колючкой». И после этого Угба бин Аль-Харис бин Амир казнил его в отместку за своего отца. Что же касается Зейда бин Адасины, то в день битвы при Бадри от его руки пал Умайя бин Халяв, и поэтому его купил сын Умайи Сафван, который казнил его за убийство своего отца. Есть сообщения о том, что вышеупомянутые вопросы Абу Суфьян задавал не Хубайбу, а Зейду. Кроме того, Курейшиты послали людей, чтобы они привезли в Мекку части тела Асима, однако Аллах наслал на них множество ос, которые помешали им осуществить задуманные. В свое время Асим дал Аллаху обет, пообещав, что ни один многобожник никогда не коснется его, и сам он не притронется никому из них, и Аллах защитил Асима от них после его смерти. Трагедия в Бермауне. Вскоре после инцидента в Ар-Раджи случилось нечто еще более тяжкое и трагическое. Если говорить кратко, суть дела состояла в том, что когда один из вождей племени Бану Амир бин Саса Абубара Амир бин Малик явился в Медину, посланник Аллаха Мириму призвал его к исламу. Тот не ответил ни согласием, ни отказом, но выразил надежду на то, что жители Неджда согласятся принять ислам, если пророк Мириму и благословение Аллаха пошлет к ним своих представителей, заявив при этом «Я обеспечу им свою защиту». И посланник Аллаха Мириму направил к ним 70 человек, знавших Коран, которые добрались до Бирмауны. Бирмауна название колодца. Там Харам бин Мильхан да будет доволен им Аллах отправился к врагу Аллаха Амиру бин Атуфайлю, чтобы вручить ему послание от пророка Мириму и благословение Аллаха. Однако Амир даже не взглянул на это послание и по его приказу один из его людей нанес Хараму сзади удар копьем и пронзил его насквозь. После этого Амир призвал людей из племени Бану Амир на помощь против мусульман, однако они отказали ему, поскольку Абу Бара гарантировал мусульманам свою защиту. Тогда он обратился к Сулеймитам и некоторые из родов племени Бану Сулейм пришли ему на помощь, в результате чего все мусульмане, кроме Каба Бин Зейда и Амра Бин Умай Адамри были вырезаны. Каб Бин Зейд был ранен и его сочли убитым, поскольку он спрятался среди тел своих товарищей. Он дожил до битвы Урва, то есть до апреля 627 года и погиб во время осады Медины. Что же касается Амра Бин Умай Адамри, то во время резни он вместе с Аль-Мунзир и Бин Угбай находился на пастбище и они догадались о том, что произошло, увидев хищных птиц, слетевшихся к месту гибели их товарищей. Аль-Мунзир отправился туда и погиб в сфатке с неверными. Что же касается Амра, то его взяли в плен. И Амр сообщил Амру, что он родом севера, после чего тот освободил его в обмен на принадлежавшего его матери раба. Затем Амр бин Умайя отправился назад в Медину. Достигнув Аль-Каркара, он встретил там двух человек из племени Бану-Келяб, которых принял за врагов и убил. Однако посланник Аллаха связывали с этим племенем договорные отношения, и когда после возвращения Амра в Медину он узнал о том, что произошло, то выплатил за убитых установленную виру. Посланник Аллаха был весьма опечален тем, что случилось в Арваджи и Бермауне. Оба этих инцидента имели место в течение одного месяца, а именно в сафари четвертого года хиджры. Сообщается также, что известия об обоих этих трагических случаях пришли к посланнику Аллаха в одну и ту же ночь, после чего он целый месяц обращался к Аллаху во время своих утренних молитв, проклиная убийц. Это продолжалось до тех пор, пока Аллах не передал ему слова погибших. Поистине, мы встретились с Господом нашим, который доволен нами, а мы довольны им. Столкновение с Бану-Надир Прошло немного времени, и люди из племени Бану-Надир задумали нечто еще более отвратительное, чем то, что совершили люди из племен Удаль-Икара, а также те, кто вероломно напал на мусульман в Бирмауне. Они попросили посланника Аллаха мир ему встретиться с ними где-нибудь, чтобы послушать аяты Корана и то, что он скажет им об исламе, обсудить это и принять ислам в том случае, если они согласятся с ним. Их старейшины условились с ним о такой встрече, а между собой договорились принести туда под одеждой кинжалы, неожиданно напасть на пророка мир ему и благословения Аллаха и убить его. Однако посланник Аллаха мир ему узнал об этом и решил выселить их из Медины. Сообщается, что когда Амар бин Умайя адамрида будет доволен им Аллах, вернулся в Медину и рассказал о том, что он убил двоих людей из племени Бану-Келяб, пророк мир ему и благословения Аллаха, в сопровождении нескольких своих сподвижников пошел к старейшинам Бану-Надир, чтобы они, согласно условиям заключенного между ними договора, помогли ему выплатить веру за убитых. Выслушав его, они сказали, «Мы все сделаем, о Абуль-Касим, а ты посиди здесь, пока мы не соберем то, зачем ты пришел». Пророк мир ему и благословения Аллаха присел у стены одного из домов, старейшины же уединились и побуждаемые шайтаном стали говорить друг другу, «Кто из вас кинет сверху ему на головы жернов?» Сделать это вызвался Амар бин Джахаш, самый злосчастный из них. Но Джабриль, спустившийся к пророку мир ему и благословения Аллаха, сообщил ему о том, что они задумали, и тогда он быстро поднялся с места и направился в Медину, а сподвижники чуть позже догнали его. Пророк мир ему и благословения Аллаха рассказал им о заговоре и принял решение выселить Бану-Надир из Медины. Приняв такое решение, он послал к ним Мухаммада бин Масламу и велел от своего имени передать им следующее, покиньте Медину и не смейте больше оставаться рядом со мной. Даю вам на это десять дней, а тот, кого найду в городе после этого срока, будет обезглавлен. В течение нескольких дней они готовились к отъезду, но потом глава лицемеров Абдуллах бин Убай послал к ним своего человека, велев им передать, чтобы они оставались на своих местах и никуда не уходили, так как у него есть две тысячи воинов, которые войдут в их укрепление и, если потребуется, умрут за них. И он велел ему сказать, «Поистине, если вы будете изгнаны, мы уйдем вместе с вами, и мы никогда не подчинимся никому в том, что касается вас, а если с вами будут сражаться, мы поможем вам». 59 сура, 11 аят. Кроме того, посланец передал им его слова, «И вам помогут племена Курайза и Гатафан». Почувствовав за собой силу, они отказались уходить и заявили посланнику Аллаха мир ему, «Мы никуда не уйдем, а ты поступай, как знаешь». Узнав об этом, посланник Аллаха мир ему и его сподвижники воскликнули, «Аллах велик!» После чего пророк мир ему и благословение Аллаха оставил за себя в Медине Ибн-Ум-Мактума, вручил Али боевое знамя, направился со своими воинами к укреплениям Бану-Надир и осадил их. Укрывшиеся в этих укреплениях бойцы Бану-Надир обстреливали мусульман из луков и метали в них камни, укрываясь за пальмами и фруктовыми деревьями, которые окружали их дома. Тогда пророк мир ему и благословение Аллаха приказал изжечь сады и дух их был сломлен. Аллах вселил в их сердца страх и через шесть дней по другим сообщениям через пятнадцать они согласились покинуть Медину. Племя Курайза отказалось поддерживать их с самого начала, Абдуллах бин Убай и их союзники предали их и о них Аллах Всевышний сказал так И они подобны шайтану, который говорит человеку «Не веруй». Когда же тот становится неверным, шайтан говорит «Поистине я не имею к тебе отношения, поистине я поюсь Аллаха Господа миров». 59 сура 16 аят «Посланник Аллаха Мириму позволил им вывести любое имущество за исключением оружия и они увезли с собой все, что смогли вплоть до дверей, окон, деревянных столбов и стропил с крыш своих домов». О чем Аллах Всевышний сказал так «Разрушают они собственные дома своими же руками и руками верующих». Так излетите же из этого урок о обладающие пониманием. 59 сура 2 аят «Некоторые из этих людей вместе со своими старейшинами обосновались в оазисе Хайбар, другие же переселились в Сирию». Посланник Аллаха Мириму разделил земли и дома Бану-Надир в основном между мухаджирами, но часть добычи получили и неимущие из числа ансаров. Например, Абу-Дуджана Исахар бин-Хузаев что-то пророк Мирима и Благословения Аллаха взял на содержание своей семьи, а остальное было потрачено на покупку оружия и лошадей, предназначенных для борьбы на пути Аллаха. Кроме того, мусульманам досталось 50 кольчуг, 50 шлемов и 340 мечей. Второй поход на Бадр Как мы уже упоминали, после завершения битвы при Ухуде Абу-Суфьян условился с мусульманами о встрече в Бадре на следующий год. В месяце шабан 4 года хиджри посланник Аллаха Мириму, как и было условлено, повел своих воинов на Бадр. В ожидании Абу-Суфьяна он провел там 8 дней и вместе с ним многобожников ждали 1500 пеших воинов и 10 всадников. Знаменосцем в этом походе пророк Мириму и благословение Аллаха назначил Алибин Абу-Талиба, а в Медине оставил вместо себя Абдуллаха бин Раваху. Что же касается Абу-Суфьяна, то он повел за собой 2000 пеших воинов и 50 всадников, но довел их только до Вади Марии Аз-Захран, где остановился у известного в тех краях источника воды в Маджане, ибо страх не оставлял его с того самого времени, как он покинул Мекку. Там он сказал своим товарищам, для такого дела подходит лишь урожайный год, когда вы сможете пасти скот и пить молоко, а этот год засушливый, и поэтому я возвращаюсь, возвращайтесь же и вы, и никто не стал возражать ему. Тем временем мусульмане занялись в Бадре торговлей, продав имевшиеся у них товары и нажив по два дирхема на каждый вложенный ими дирхем, а через восемь дней они вернулись домой. После этого более года царил мир, поскольку мусульман опасали все их враги, и никто не осмеливался ничего предпринимать против них. За это время посланнику Аллаха удалось обеспечить безопасностью людей на самых дальних границах владений мусульман, а в месяце раби Аляваль пятого года хиджры он даже предпринял поход в Думат Аль-Джандаль. Ныне это место носит название Аль-Джауф, чтобы покончить с бандами разбойников, после чего повсюду воцарился мир. Нашествие союзных племен Благодаря мудрым шагам посланника Аллаха мир ему в течение более чем полутора лет после выселения Бану-Надир во владениях мусульман царил мир. Никаких конфликтов не было, и пророк мир ему и благословение Аллаха вместе с мусульманами получил возможность заняться распространением своей религии и решением своих житейских дел. Однако иудеям не нравилось то, что мусульмане живут в мире и спокойствии, и поэтому после того, как они обосновались и обжились в Хайбаре, они снова начали плести нити заговоров. Через некоторое время им удалось привлечь на свою сторону различные арабские племена и повести на Медину крупные силы. В жизни о писаниях посланника Аллаха мир ему сообщается, что 20 человек из числа старейшин и предводителей иудеев отправились к Уришитам и стали подстрекать их к походу на Медину, обещая им свою поддержку. Заручившись их согласием, они встретились со старейшинами племени Гатафан, которые также дали на это свое согласие, а потом посетили еще целый ряд племен. Вожди некоторых из них пообещали им свое содействие и после того, как план действия был согласован, все те, кого иудеям удалось привлечь на свою сторону, стали выдвигаться к Медине с таким расчетом, чтобы подойти к городу одновременно. Совет сподвижников и рытье рва. Когда в Медине стало известно о приближении объединенных сил к городу, посланник Аллаха мир ему собрал своих сподвижников на совет, во время которого Сальман Аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, предложил вырыть ров с наиболее доступной для нападения стороны, и его предложение было одобрено и принято. Поскольку Медина с востока, запада и юга прикрыта лавовыми полями Харра, нападения можно было опасаться только с севера. И именно на этом направлении посланник Аллаха мир ему выбрал такой участок, где западная Хара ближе всего подходила к северной, там расстояние между ними составляло около мили, и где было решено выкопать этот ров. Все мужчины были разбиты на десятки, каждому из которых был выделен участок длиной сорок локтей. Вместе со всеми в работе принимал участие и посланник Аллаха мир ему, который переносил землю, декламируя стихи в размере раджас и обмениваясь ими со своими сподвижниками, чтобы приободрить их. В ходе проведения этих работ им пришлось перенести множество всяких трудностей, но больше всего люди страдали от голода и холода. Занятым на земляных работах доставалось всего лишь по горсти ячменя, который они варили себе на прогорклом жире и ели, с трудом глотая такую пищу. Они жаловались посланнику Аллаха мир ему на голод и показывали ему камни, которые они привязывали к своим животам, чтобы заглушить его. Он же показывал им свой живот, которому было подвязано два камня. Во время ритья этого рва людям было дано увидеть несколько знамений. Так, например, когда Джабир, да будет доволен им Аллах, увидел, что посланник Аллаха мир ему страдает от голода, он зарезал своего козленка, а его жена смолола около са ячменя и испекла из полученной муки лепешки. После чего Джабир тайно пригласил к себе пророка мир ему и благословения Аллаха и несколько его ближайших сподвижников, чтобы они подкрепились. Однако посланник Аллаха мир ему привел к нему домой всех, кто принимал участие в работах, и все они ели, пока не насытились, после чего в стоящем на огне котле еще оставалось мясо, а из теста можно было испечь еще много хлеба. А через некоторое время после этого дочь Аннумана бин Башара принесла своему отцу и дяде горсть фиников. Посланник Аллаха мир ему взял их, разбросал по расстеленному на земле плащу, а потом позвал к себе работавших вместе с ним людей, которые поели и вернулись к работе, после чего фиников осталось столько, что они не уместились на этом плаще и стали падать на землю. Однажды во время работы Джабир его товарищам попалась такая твердая почва, что им никак не удавалось справиться с ней. И тогда в ров спустился посланник Аллаха мир ему, ударил по ней киркой, и она сразу превратилась в некое подобие песчаного холма. Через некоторое время Альбара и те, кто работал вместе с ним, натолкнулись на кусок скалы. И тогда посланник Аллаха мир ему снова спустился в ров, воскликнул с именем Аллаха, ударил кирка по этой скале и отколол от нее кусок. После этого из нее вырвался луч света. А пророк мир ему и благословения Аллаха воскликнул Аллах велик. Были дарованы мне ключи от Шама. Шам старое название Сирии, Палестины, Ливана и Ордании. И сейчас я вижу его дворцы. Затем он нанес еще один удар. После чего ему было возвещено о победе над Ираном. А после третьего удара он получил радостную весть о победе над Йеменом и скала рассыпалась на куски. на кусок вето по дальнейшем с вето на вето